В 2021 году компания «Сибур» запустила пилотный проект под названием «Институт амбассадоров». Создан он для повышения лояльности сотрудников компании в направлении здорового образа жизни, увеличения вовлеченности специалистов в спорт и физическую культуру, а также формирования бренда компании, которая с заботой относится к здоровью своих сотрудников. Теперь и Нижнекамск-Нефтехим является частью данного проекта. Это для нас новое направление. Мы учимся правильно вести работу именно по определенным видам спорта, где нужны будут амбассадоры. И компания «Сибур Холдинг» дает нам возможность обучиться и также действовать дальше и использовать все навыки в работе именно с каждым видом спорта. Чтобы стать амбассадором Нижнекамск-Нефтехима, сотрудник должен быть членом сборной команды предприятия по корпоративному спорту, иметь действующий знак отличия ГТО, уметь работать с собственной репутацией, поддерживая ее на должном уровне. Рассказали нам, кто такой является амбассадор. Это тот человек и лидер, который созывает к здоровому образу жизни и собирает свой коллектив и направляет заниматься спортом. По мнению действующего амбассадора по бегу и здоровому образу жизни предприятия «Полев» Анны Тороповой, амбассадор – это не просто работа или хобби, это скорее стиль жизни и состояние души. Деятельность должна быть добровольной, нравиться и доставлять удовольствие. Интересно было послушать амбассадора Торопову Анну, как она себя преподносит в качестве амбассадора, как она мотивирует своих спортсменов не только своими результатами, ну и вообще во время подготовки, как она поддерживает своих спортсменов и во время подготовки, и во время проведения различных спортивных мероприятий. Надеемся, мы достигнем таких же результатов и будем на своем примере уже показывать остальным, что только амбассадор. Спорт – неотъемлемая часть каждого успешного, целеустремленного человека. Уже долгие годы Нижнекамск нефтехим популяризирует и активно привлекает своих сотрудников к здоровому образу жизни. За год порядка 8 тысяч сотрудников, предприятия и членов их семей приняли участие более чем в 70 спортивных массовых мероприятиях в рамках ежегодной спартакиады трудящихся. Людмила Березина, Марина Чернышкова, НМедиа.